Здравствуйте, я Диаи Банел Махди из Марокко. Занимаюсь тайским боксом уже 14 лет и провел около 25 поединков на профессиональном ринге. В России я впервые. Готовился к бою на родине, а также был в Бангкоке. Хорошо настроен, ведь рядом была семья и близкие. Все меня поддерживали. Самая сложная подготовка для меня – это весогонка. Порой это жестче, чем сама битва. Видел многих бойцов из России, которые становились лучшими в мире. Также в топе – тайские спортсмены. И моя главная мотивация – также стать одним из лучших в мире. Уважаю своего соперника, но поединок есть поединок. Бой все покажет. Я Бигианаик, представляю Россию с Нижнего Новгорода. Меня мотивируют мои цели, мои задачи – профессионалов, любительском спорте, доказать всем, что я лучший, что я могу конкурировать на высоком уровне. И это одна из возможностей, которые я могу показать всему миру. Самое трудное – это подготовка, вся ее часть. Вот. Мы ее сделали, а сейчас осталось самое приятное – выйти в Вин. Хочу пожелать выйти без травм в хорошей форме. Я очень заряжен, и мы устроим огромное зрелище. В эту самую секунду мы в самой середине нашего международного турнира по профессиональному «Муай-тай Адреналин» в городе Челябинске. И нас ждет пятый поединок вечера. В весовой категории до 63,5 килограммов. Формула боя. Три раунда по три минуты с одноминутным перерывом. И сейчас прошу приветствовать соперников в синий угол ринга. Добро пожаловать, боксер из Марокко. Мархаба. Менель Махриб. Диаэ Панель Махди. Диаэ Панель Махди появляется на ваших экранах представитель Марокко. 63,5 килограмма. Это его весовая категория. 177 сантиметров. Его рост. Ему 28 лет. И на его профессиональном счету 18 побед, 5 поражений и 2 ничи. Ну, как сам он уже сказал, что готовился к этому поединку как у себя на родине, так и в Таиланде. Ну, а что можно сказать? И что в Марокко уровень тайского бокса и также ребят, которые выступают по правилам Муай-тай, очень высокий. Диаэ Панель Махди уже находится в ринге. Приветствуйте! Боксер красного угла ринга из Нижнего Новгорода Айк Дегьян! Айк Дегьян представитель города Нижний Новгород, России, 23 года. Ну и, наверное, это один из самых ярких бойцов, которые в данный момент сражаются в сборной команде нашей страны. Один из самых молодых заслуженных мастеров спорта, потому что он является двукратным чемпионом мира. Первый раз в весовой категории до 60 килограммов, потом повторил этот рекорд в весовой категории до 63,5 килограммов. Также он является чемпионом Европы 2022 года. Господа, позвольте представить вам соперников. В синем углу ринга тайский боксер из Марокко. Ему рост 177 сантиметров, вес 63,5 килограмма. Ему 28 лет и он чемпион Марокко. Его рекорд составляет 25 поединков, в числе которых 18 побед, 5 поражений и 2 ничьи. Ди-а-эй Панель Махди! Теперь я обращаю ваше внимание в красный угол ринга. Перед вами 23-летний чемпион Европы, чемпион стран СНГ среди профессионалов и двукратный чемпион мира. Его рост 174 сантиметра, вес 63 килограмма 500 граммов. Рост 174 сантиметра, но об этом я уже говорил. На профессиональном ринге он провел 15 поединков и одержал 14 побед, 8 из которых нокаутом при единственном поражении. Родом из Сочи, он представляет на ринге столицу закатов, город Нижний Новгород. Это Айк Бекьян! Супервайзер поединка Вилен Мусин, Уфа, боковые судьи. Владимир Коваленко, Сочи. Пагеджан Мухаммед Алиев, Алматы, Республика Казахстан и Игорь Петров, Севастополь. И с ударом гонга рефери этого боя Алексей Ракитин, Москва. Пагеджан Мухаммед Алиев, Алматы, Республика Казахстан. Возраст, рост, вес спортсменов на ваших экранах. Постарше немножко представитель Марокко. Ну, возможно, немножко поопытнее. Но я думаю, тут компенсирует как раз-таки Айк Бекьян за счет того опыта, который он приобрел в любительском муай-тай. Как нам и было анонсировано, мы знаем, что он является двукратным чемпионом мира по муай-тай. Айк Бекьян. Айк Бекьян. Айк Бекьян. Все готово и у нас первый раунд. 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 Хлотного лаутика начинает здесь представитель Марокко. Дальний Наги старается так бросать. Сразу такой мидл-кип от Айка Бекьяна. Бекьян будет прессинговать постоянно. Бекьян умеет работать на дальние и средние дистанции. Но, наверное, один из самых лучших дистанционных моментов для Бекьяна – это работа в клинче. Хороший отклон от Бегиана Сам промахивается тоже Такими обменялись вот этими отклонами, ребята Через корпус пытается пройти сюда Бегиан Удар в корпус рукой Подхватывает ногу, хорошая двойка И первый клинч Плотно коленом там псовывает так Бегиан Но дистанции не было большой Поэтому там получился не очень плотный Плотно бомбит с дальней ноги у нас Представитель Марокко Хороший ответ, но в блок от Бегиана Вот тут вразрез лохот залетел после прямого слева Клинч и очень акцентированное Хорошее колено от Бегиана Ну надо отметить, что для первого раунда, скажем так Ребята практически хороший Снова мидл под локти от Бегиана Еще один тут даже Ребята очень активно начали практически без всякой разведки поединок Работа в клинче Здесь вязка и очень остро в то же время умеет работать Бегиан Снова удар по корпусу и перевод на голову Несмотря на то, что блок пробивает здесь Бегиан О, хорошее А попал Темп высокий И видно, что этот темп неудобен, наверное, все-таки Диае пропускает еще один удар Удар и локоть сразу же вразрез Вот этот левый прямой и такой локоть вразрез слева от Бегиана уже не первый раз заходит Колено слева еще одно пробивает здесь Айк Там откровенно старался немножко потянуть время Диае так зафиксироваться где-то чуть-чуть подзажать в клинче Дальние ноги и мидл бомбит раз за разом Там, несмотря на то, что даже в блок попадает По звуку слышно, насколько плотно попадает Бегиан этим ударом Колено в область печени Но локоть на месте Здесь представителя Марокко Вот немножко где-то даже так подрастерялся Диае Здесь нога у него застряла Он попросил дать ему возможность вернуться в боевое положение А прострел в дальней ноге от Бегиана не прекращается И хорошо так с разножки локоть заходит Но с концовка первого раунда Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Диаэль Бенен Магди Второй раунд и его соперник представитель России Айк Бегиан Откровенно говоря, первый раунд прошел вот так вот полностью под диктовку там Бегиана Потому что так нащупал он дистанцию И наверное где-то начиная со второй минуты О, хорошо попадает Бегиан И еще туда двойка Со второй минуты первого стартового раунда Бегиан нащупал нужную для себя дистанцию Ну и начал обрабатывать мощными ударами корпус соперника Хорошо на старте тут отработал руками Бегиан Но вот тут старается работать все-таки Диаэ Он понимает, что его небольшая пассивность может тут же привести к развитию успеха его соперника Бегиан хлестко бьет с дальней ноги Что в принципе уже стало, наверное, так традиционным Туда под локоть Диаэ в принципе держит локоть очень плотно Не отводит его никуда Ну а Бегиан старается туда вот в разрез пробить мощный удар До повторной атаки хорошо пробивает Бегиан Время от времени точечно и так по-снайперски туда же коленом еще целится Клинч, Диаэ пытается просунуть локоть Хороший, хороший, очень темп держит ребята Короткий боковой с правой руки залетает у Бегиана фронткиком Но смотрите, пошел вперед здесь Беналмахди понимает, что нужно, нужно ему что-то предпринимать Опасно локтем пробивает с передней руки здесь Диаэ Представитель Марокко здесь подловил опасным вот этим ударом Пошли работы коленями В ответ от Бегиана уже Снова попытка локтем С комментаторской позиции не видно, насколько точно попал там Но следов рассечения и крови пока не видно на лице спортсменов Мощным ударом с дальней ноги Айк сбивает там с атаки соперника Пошла заключительная минута второго раунда На хорошем темпе работают ребята Постоянно мы видим вот эти размены, при этом в клинче не вязнут Вот так вот такая повторная битва взглядов тут еще состоялась Хорошая атака от Бегиана и правым боковым там залетел за перчатку Но надо отметить, что в принципе хорошо Беналмахди держит И сам старается во втором раунде держать вот этот высокий темп Старается работать первым номером, что придает еще большей зрелищности этому поединку Хороший удар сначала в туловище рукой, а потом колено Замечательно локтями начинает тут расщелкивать своего соперника Бегян Опять залетает с коленом, тут же сразу добавляет локти Опасно, рискует здесь Бегян, идя вперед сюда Но при этом попадает своими коронными ударами И у нас заканчивается вторая трехминутка Мне показалось, что там под концовку рассек все-таки Бегян своего соперника Бегян своего соперника Бегян своего соперника Сразу с размена у нас начинается третий раунд Действительно, это, наверное, один из самых таких поединков, где спортсмены работают очень разнообразно Они подключают удар руками, ногами Ну и очень такой обширный арсенал коленей и локтями Вот сейчас как раз Бегян забрасывает там удары Локтем с дальней руки, пробивает после этого колено Еще один раз ногтем цепляет, опять вновь открывается рассечение У представителя Марокко, которое он получил вот буквально там под концовку О, какой удар коленом, прям буквально втыкает здесь Бегян И очень сильно начинает кровоточить там рассечение у Диаэ Сильно заливает кровь там лицо у Диаэ и будет приглашен врач При этом мы видим, да, Бен Махди показывает, чтобы ему поаплодировали Он готов сражаться И это остановка, да, мы видим, что качает головой Бен Махди Но действительно, шансов тут у него практически не было Поединок был очень острый, очень ровный Но при этом Бегян забирал этот бой Добро пожаловать на ринг Первый заместитель министра спорта Челябинской области Анна Александровна Кодина И генеральный директор общества с ограниченной ответственностью Армада Челябинск Андрей Сергеевич Лубягин АПЛОДИСМЕНТЫ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Это муай-тай. Опасный спорт настоящих мужчин. Спорт локтей и коленей. Ударов, которые приравниваются к ударам холодным оружием. Этот поединок провели два бойца. Это Айк Бегян из Нижнего Новгорода и наш гость из Марокко. Диаэ Банел Махди. Наградите их аплодисментами. В этом поединке на второй минуте 13 секунде третьего раунда. Врач снял спортсмена во здоровье. Таким образом, техническим нокаутом победу в этом поединке одержал... тайский боксер красного угла Айк Бегян. Награды находят своих обладателей. Айк Бегян, победитель этого поединка и его отважный соперник из Марокко... Диаэ Банел Махди. АПЛОДИСМЕНТЫ спасибо несколько слов от победителя сегодняшнего поединка под ваши аплодисменты айбекян представитель нижегородской школы муай тай челябинск приветствую всех я надеюсь вам понравилось это зрелище я долго готовился к этому бою в первую очередь хочу сказать слава богу и господу нашему иисусу христу все что я имею в своей жизни он мне дает хочу поблагодарить своего тренера салабаева игоря вальтиныча всех моих братьев кто мне помогал готовиться кто сюда приехал кто болеет здесь вам всем спасибо и эту победу как как все что я делаю в этом ринге я посвящаю своему дедушке вот юрген и жаныч тебе всем спасибо спасибо айбекян победитель этого поединка